В эфире телеканала Самара ГИС. При своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте. Час расплаты. В войне с армией неплательщиков за услуги ЖКХ на неделе, похоже, наметился коренной перелом. К борьбе с должниками подключились власти всех уровней и силовики. Ситуация и впрямь непростая. По некоторым оценкам, по стране общий долг населения и бизнеса тянет на 617 миллиардов рублей или 1% от ВВП. А в 63-м регионе задолженность разрослась до внушительной суммы со множеством нулей – более 10 миллиардов рублей. Из них, собственно, долги населения – это 6,5 миллиардов. Бреж продолжает расти. Эти пессимистичные цифры на днях еще раз напомнил губернатор Николай Меркушкин и предупредил – последствия могут быть самыми плачевными для всех. И вот Миллер на встречу мне говорит, если не будете снижать долг в том числе «Газпром», мы с Амарской области начнем поставлять газ по коммерческим ценам. По коммерческим ценам это примерно на 30% дороже. Представьте себе, как экономике, как людям, если мы будем с «Газпрома» получать по такой цене газ. В регионе среди городов-должников лидирует Сызрань, Тольятти и Самара. Областной центр на первом месте. На него приходится чуть меньше половины всей задолженности кубернии или 15% от неплатежей по Приволжскому округу. Самые недобросовестные самарцы живут в Кировском, Промышленном и Советском районах. Все мы прекрасно понимаем, чем чревато накопление задолженности. Последствия могут быть самые серьезные, вплоть до влияния на экономику, на промышленные предприятия, отключения энергоснабжающих источников. А это уже касается, опять же, каждого жителя нашего города. Больше всего долгов накопила ПТС-сервис. 750 миллионов рублей за ней идут ВАСКО и ПЖРТ Куйбышевский. Главное оружие коммунальщиков – это коллекторы и судебные приставы. Типичная картина. В этой квартире живут 8 человек, 3 детей, остальные вполне дееспособные. Но долг здесь умудрились накопить на 200 тысяч. И сами не понимают, как это им удалось. Потому что не хватает денег. Я за газ плачу, за электроэнергию плачу. Не хватает денег у меня. Семья большая. Ну почему за воду вы не плачете? Водой вы пользуетесь? За какую воду мы не плачем? Которую у вас сейчас в крайне идет. Я плачу, девушка, обязательно. Не надо нам вот сейчас и обещания. Вы должны это делать ежемесячно. Взывать к совести должников малоэффективно. Но у работников ЖКХ в запасе есть еще один верный способ. Жильцов могут лишить благ цивилизации. Одно самарское ТСЖ на днях объявило о ноу-хау. Несознательным клиентам оно намерено отключать канализацию. Мол, нужда всех заставит вспомнить про долги. Между тем, эксперты говорят, самые дисциплинированные граждане – это пенсионеры. А среди нарушителей замечены вполне обеспеченные господа. Владельцы сразу нескольких квартир. Вот их долги порой исчисляются сотнями тысяч рублей. И не платят не потому, что не могут, а потому, что не хотят. Вы пошлый человек. Любите деньги больше, чем надо. А вы не любите денег? Нет. Здесь уже такая сумма 60%. Из принципа. Но таких вот принципиальных должников, впрочем, тоже нашли управу. Мэр Самара предложил силовикам привлекать их на общественные работы. Здесь, конечно, хотелось бы, чтобы управляющие компании поактивнее поработали по привлечению неплательщиков. В работе в управляющих именно компаний, да, и по уборке территории, санитарному содержанию, ремонту и так далее, и так далее. Мы должны, на мой взгляд, дать четкие сигналы здесь. Вот этим людям, которые просто злоупотребляют, которые паразитируют там на своих соседях, на согражданах. Выведут на чистую воду. На этой неделе получил продолжение и коммунальный скандал в Куйбышевском районе Самары. В начале ноября я уже рассказывала о том, что отопительный сезон в поселке 116-й километр ознаменовался ЧП. Из кранов потекла странная жидкость, мало похожая на H2O. Роспотребнадзор нашел в ней примеси нефтепродуктов и признал опасной для жизни. Жители улицы Бакинской тогда даже прислали мэру посылку, бутылку с той самой водой. Последовал разбор полетов. Представители управляющей компании и главы района получили жесткие указания провести работу над ошибками. И вот на минувшей неделе к поискам истинной мутной воде подключилась тяжелая артиллерия в лице районной прокуратуры. Ее здание, кстати, расположено в том же поселке, а потому силовики наравне с жителями хлебнули горе. Мы сами горячую воду используем только как техническую. Руки помыть там, не более, посуду руки помыть. А пьем мы воду привозную, естественно. То есть не рискуете? Нет. Теперь рисковать репутацией будут те, кто попадет в переплет уголовного дела. На неделе началось расследование по статье «Предоставление услуг, не отвечающих требований безопасности жизни и здоровья людей». Фигурантов пока нет, но силовики заверяют, что после Нового года они назовут конкретные фамилии должностных лиц. Наверное, халатные отношения со стороны управляющих компаний. Это однозначно, потому что мы еще в прошлом году их наказывали и сказали, уважаемые, вы должны очистить воду, профильтровать, очистить ее, подготовить ее на уровне питьевой и доставлять ее населению. Население же платит вам, и причем немалые деньги регулярно. Этого не происходит. Но, видимо, те меры, которые мы принимали в прошлом году, ну, наверное, для них оказались слишком мягкими. И не исключено, что и должностные лица и той компании, и этой компании пойдут под суд. Разрешите? Глоточек. Пожалуйста. Две компании, которые, по мнению прокурора, должны контролировать качество воды, это ЗАУ СУТЭК и ПЖРТ Куйбышевский. Во главе этой цепочки стоит КНПЗ, который еще с советских времен в поселке главный источник отопления. Схема незатейлива. СУТЭК ее перепродает ПЖРТ, естественно, со своей маржой, со своей какой-то там прибылью, с накруткой. А ПЖРТ со своей же накруткой, они же не могут себе в убыток работать, это коммерческая организация, общество с ограниченной ответственностью. Они свою маржу накручивают. Логика силовиков простая. Если компании зарабатывают на воде, они и должны контролировать ее качество. Но в ЗАУ СУТЭК с этим категорически не согласны, считая, что ответственность лежит на нефтяниках. Тем более, что такая схема существовала десятилетиями. А вот проблемы начались только в 2004 году. ООК НПЗ, как градо-поразвучие предприятия, мы в свое время, в принципе, создавая эту систему теплоснабжения в поселке, они пошли по двутрубной, открытой системе теплоснабжения. Мы повлиять на качество воды практически никак не можем. Поэтому своей вины в качестве, значит, или в ухудшении качества опционной воды мы не видим. В поисках виноватых не только прокуроры, но и жители. Последние закидывают жалобами управляющую компанию. Но там, похоже, давно умыли руки. Два дня сидим без холодной, без горячей и отопления. И все ждать. И сходим здесь, пороги оббиваем за свои же деньги, которые мы платим регулярно. Есть, и запах, все есть. Серый водород и нет, все там... Запах такой специфический, вообще неприятный. Ну, а вода у нас с полков веков она желтая. Я сюда, вот, два дня подряд хожу. Уже уходил, бесполезно. Сейчас вот к главному инженеру пришел. Что делать? Я говорю, не знаю, что делать. Вот мы сделаем, мы сделаем, когда это сделать? Ну, вы должны контролировать качество воды? Вот мы и контролируем. Снимаем пробу. А кто должен промывку системы этой делать? Ну, по идее, это, врач компания, перепуска. То есть вы должны, по идее? Она и делается. При запуске, при опрессовке делается промывка системы. А почему-то вода такая некачественная? Да, я не знаю. Кто готовит ее? Спросите у них, почему она некачественная вода. Об уголовном деле, фигурантами которого могут стать их сотрудники, в ПЖРТ наслышаны. Виновным грозит до двух лет лишения свободы. Но к дурной вести здесь относятся философски. Ну, завели, завели. У них такая работа, у нас такая работа. Что сделать? Найдут, наверное, кто прав, кто виноват. До трех? До трех. Это что? Это не высшая мера. Вот высшую меру, между нами говоря, я действительно с трудом переношу. Разрешите? Ну, и на финал расскажу о приятном. О том, как бронза оказалась дороже золота. Эта история со счастливым концом, и наделала она немало шума. Речь идет о бронзовых газелях, что является частью композиции, созданной по мотивам сказки Корнея Чайковского «Телефон». Злоключения скульптурной пары в начале минувшей недели завершились хэппи-эндом. Хотя поначалу на него мало кто надеялся. Но обыкновенные чудеса случаются иногда не только в кинематографе. Месяц назад весь город был шокирован известием о том, что бронзовые газели демонтировали и отправили на склад дожидаться лучших времен. А все потому, что скульптуры оказались на спорной территории. Бизнес не поделил площадку. Некому ООО удалось перехватить право аренды земли у сотового оператора, который и установил скульптуры. Конфликт начался еще весной, а в конце октября газели были отправлены в бессрочную ссылку. О том шоке, который ему довелось пережить, один из авторов скульптур Александр Куклев теперь вспоминает с улыбкой. Я думаю, что кому-то понравились они. Мне так кажется. Но не получилось. Народ заступился за свои газели. Потому что они символизируют любовь. И молодежь здесь приходит, и нам звонят очень многие знакомые. И во дворе я иду. Зачем газели ты снял на меня? Я говорю, не снимал я. Громкий скандал получил неожиданную развязку. Бизнесмены пошли на компромиссы. Газели получили путевку в родные каменные джунгли. Конечно, очень сильно помогло в разрешении ситуации личное участие нашего мэра Дмитрия Игоревича Азарова. Благодаря его участию в этом переговорном процессе, собственно, ситуация была в итоге разрешена. Также нам поддержку оказало Министерство имущественных отношений Самарской области, собственно, кому принадлежит данный участок земли. Ломать не строить. Это демонтировать скульптуры было легко. Их сняли в один вечер. А вот установка заняла почти неделю. Все это время тепловые пушки грели бетон, чтобы бронзовые газели уже больше никуда не убежали. Спецоперация завершилась поздним вечером в понедельник. Очень нежные скульптуры, очень хрупкие. Их очень медленно везли, очень нежно грузили, долго. Старательно выбирали угол, как их положить, как зафиксировать в кузове, чтобы они там не прыгнули никуда в сторону. Теперь отреставрированные газели при демонтаже и транспортировке они получили повреждения, стоят там, где и должны, в компании других персонажей из бессмертного произведения классика. А я на этом с вами прощаюсь. Удачи, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!